Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Вашему вниманию будет представлен уже названный доклад. Лёгкие являются одним из наиболее часто поражаемых органов при метастазировании злокачественных опухолей. И, к сожалению, метастазэктомия и системная химиотерапия не всегда являются достаточно эффективными. И этот факт диктует необходимость в поиске и создании новых методов лечения изолированного метастатического поражения лёгких. И этим методом как раз и является изолированная химия перфузии лёгкого. Цель представляемого исследования – это оценка непосредственных и отдалённых результатов применения изолированной химии перфузии лёгкого. Критерии включения пациентов в это исследование были следующие. Во-первых, это наличие и верификация диагноза метастатического поражения лёгких, излеченность первичной опухоли, отсутствие метастатических изменений в других органах и возможность выполнения полной метастазэктомии. Включаемые в исследование пациенты примерно в равной степени были как мужчины, так и женщины. Средний возраст составил 43 года. И в большинстве случаев это были пациенты с множественным двусторонним метастатическим поражением лёгких. И размеры метастазов, максимальные как менее 2 см, так и более 2 см, были представлены примерно с равной частотой. По гистологическому генезу примерно в равной степени в исследование были включены пациенты с эпителиальным и неэпителиальным характером. По гистологическим вариантам первичной опухоли, большую часть представляли мезонхимального генеза опухоли 46%. Далее следовали органонеспецифические опухоли, органоспецифические опухоли и опухоли меланинобразующей ткани и нервной системы. Сама методика изолированной химии перфузии лёгкого выполнялась следующим образом. Сначала происходило выделение стволов легочных артерий и обоих легочных вен, проводилась системная гепаренизация, осуществлялось временное пережатие легочных сосудов, производилась установка конюль в сосуды. Выполнялась нормотермическая, то есть при температуре 37 градусов Цельсия, перфузия в течение 30 минут. В качестве химиопрепарата в 39 перфузиях использовался мелфолан в дозе от 30 до 60 мг и в 60 перфузиях цисплатин в дозе от 100 до 300 мг. После выполнения этапа перфузии следовало отмывание перфузируемого лёгкого от химиопрепарата, удаление конюль, контроль гемостаза, включение лёгкого в кровообращение и инфузия протаминосульфата. Полная метастасыктомия всех пальпируемых очагов в 12% случаев осуществлялась после выполнения перфузии и в 87% до выполнения перфузии лёгкого. Таким образом, исследование проводится с 2007 по 2014 год. Количество пациентов 74, им было выполнено 99 перфузий. 25 из них двухсторонние и 49 односторонние. Нами были рассмотрены осложнения перфузии в сочетании с метастасоктомией. Предложено объединить все осложнения в группу, не связанные с применением химиопрепарата и связанные с применением химиопрепарата. К ним относятся последним постперфузионный отёк лёгкого, тошнота и рвота. И, естественно, одним из самых важных осложнений является именно постперфузионный отёк лёгкого. Он выявлялся в 33 случаях. И в большинстве случаев не сопровождался дыхательной недостаточностью. Но в двух случаях после использования цисплотина отмечался постперфузионный отёк с дыхательной недостаточностью третьей степени. Рентгенологические проявления постперфузионного отёка выглядели следующим образом. В 17% случаев выявлялся интерсоциальный отёк лёгкого, который на КТ и рентгенограммах выявлялся в виде утолщения междульковых перегородок, появления централобулярных очагов и участков уплотнения лёгочной ткани по типу матового стекла. Также проявлялся альвеолярным отёком лёгкого, который занимал объём до 50% легочного поля в 6 случаях. И в виде альвеолярного отёка лёгкого, занимающего от 50% до 100% легочного поля, выявлялся в 10 случаях. Также у небольшого количества больных выявлялась тошнота и рвота, представленное преимущество первой и второй степенью тяжести. Осложнения, не связанные с применением химиопрепарата. Наиболее часто выявлялась анемия различной степени тяжести, пневмоторакс и эмфизема мягких тканей грудной стенки. Нами были оценены и отдалённые результаты. Опять же, период наблюдения составил 7 лет, медиана наблюдения 42 месяца. В процессе динамического наблюдения 75% пациентов живы. У 4 пациента умерли без признаков прогрессирования. 1 пациент погиб в ДТП, 1 пациент умер на третьи сутки после выполнения химиоперфузии от постперфузионного отёка лёгкого, и 1 пациент умер в дальнейшем после выполнения операции, не связанной с основным заболеванием. Динамика безрецидивной выживаемости представлена на этом слайде. Также динамика общей пострецидивной выживаемости была оценена. Был выполнен однофакторный анализ предикторов, влияющих на показатели безрецидивной выживаемости. Было оценено большое количество различных предикторов. Но статистически значимыми оказались количество метастазов в лёгких, по данным КТ, не более 5, бугристый контур метастатических очагов, опять же, по данным КТ, интралобулярное расположение в паренхеме, по данным КТ, количество метастазов в лёгких, не более 3, по данным операции, высокая пальпаторная плотность очагов и интралобулярное расположение, также по данным операции. Выполнен многофакторный анализ этих предикторов, влияющих на показатели безрецидивной выживаемости. И статистически значимым является количество метастазов в лёгких, не более 5, по данным КТ. По тому же принципу был выполнен анализ предикторов, влияющих на показатели общей пострецидивной выживаемости. Статистически значимыми оказались FDI более 13 месяцев, количество метастазов в лёгких менее 5, по данным КТ, максимальный размер метастазов менее 20 мм, по данным КТ, наличие метастатического поражения внутригрудных лимфоузлов под данным операции и высокая пальпаторная плотность метастатических очагов. Также был выполнен многофакторный анализ и выявлено, что статистически значимыми являются FDI и метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов. Таким образом, предлагается сформулировать вот такие критерии отбора пациентов для выполнения изолированной химии перфузии лёгкого. Это FDI более 13 месяцев, менее 5 метастазов в лёгких, максимальный размер метастазов в лёгких менее 20 мм, бугристый контур метастатических очагов, интралобулярное расположение метастатических очагов, высокая пальпаторная плотность метастазов и отсутствие поражения внутригрудных лимфоузлов. И, что важно, большинство из этих критериев можно определить при помощи КТ, проводимого до оперативного вмешательства. И представлю несколько клинических примеров, которые иллюстрируют, что изолированная химия перфузии эффективна не только при небольшом количестве метастатических очагов в лёгких, но и при множественном метастатическом поражении. Больная 23 лет, лечение которой началось ещё в возрасте 14 лет, со стеогенной саркомой проксимального метафиза правой большеберцовой кости с метастатическим поражением лёгких. Ей было выполнено химия-лучевое лечение, экзортикуляция правой нижней конечности в тазобедренном суставе. В марте 2009 года ей выполнена гипертермическая перфузия правого лёгкого цисплотином и удаление 42 метастатических очагов. Затем через 3 месяца выполнена подобная операция на левом лёгком с удалением 28 метастатических очагов. При контрольной компьютерной томографии через 6 месяцев обнаружен метастатический очаг в нижней легочной связке справа. И ей выполнена ретерокотомия справа удаления метастатического очага из нижней легочной связки. И как иллюстрирует скан компьютерной томографии, через 75 месяцев после перфузии справа и через 71 месяц после перфузии слева данных за рецидив метастатического поражения лёгких не получено. И второй больной 25 лет с гигантоклеточной опухолью грудного отдела позвоночника седьмого шейного и первых двух грудных с метастатическим поражением шейно-надключичных и внутригрудных лимфоузлов, а также лёгких. В лёгких выявлялись под данным КТ множественные метастатические очаги и также опухоль, располагающаяся на уровне седьмого шейного и первых двух грудных позвонков. Ему была выполнена стернотомия, удаление опухоли, корпороэктомия указанных позвонков и установка меш-конструкции. Далее, в десятом месяце удаление 45 метастатических очагов из правого лёгкого с перфузией лёгкого цисплотином. Подобная операция через два месяца проведена на левом лёгком с удалением 61 метастатического очага и перфузией также цисплотином. И как иллюстрируют сканы компьютерной томографии, через 19 месяцев после первой операции и 26 месяцев от начала лечения признаков местного рецидива и отдалённого метастазирования не выявлено. Спасибо за внимание. Спасибо, Пётр Сергеевич. Кому угодно вопросы. Да, пожалуйста. То есть, все выявляемые при КТ очаги, а также пальпаторно были удалены? Ну, это уже вопрос к Евгению Владимировичу. Я отвечу на этот вопрос. Нет, нет, Евгения Владимировича здесь нету. Я отвечу на этот вопрос. Я был при этих операциях. Да, это возможно и выполнялось. Здесь не приводятся ещё цифры. Есть ещё одно наблюдение. 140 мы удаляли. Лёгочная функция там сохранена у пациента, но мы там, где свыше 70 метастазов перфузия не проводилась, потому что риск постперфузионного отёка очень высока, естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, да, кто-то хотел что-то спросить. Пожалуйста. Объём операции метастазоктомия, то есть, если в плане там резекции, прецизионная метастазоктомия, не резекция лёгкой или сегмента эктомии и не лабэктомия. Ну, прецизионно. Это не энукляция. При энукляции мы получили очень массу других осложнений. Энукляция, возможно, из печени, но никак не из лёгкого. Да, пожалуйста, вопрос у вас. Часть, да, на расправлении лёгкого, а часть при контрольной рентгенографии после операции. Нет расправления. Нет расправления. И дело в том, что когда идёт удаление множества метастазов, вероятность прорезывания швов очень высокая. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Совершенно верно. Такие больные в исследовании не включались, и перфузии им не проводилось. В отношении хилоторакса это чисто технические детали. Пожалуйста, ещё вопрос. Спасибо, Пётр Сергеевич. Пётр Сергеевич. Продолжение следует...